Как известно, аптекарь Республики, Ассоциация Аптечное Дело, она с начала года выступала за налоговое послабление со следующего года, с 21-го, парламентарии поддержали эту инициативу, они уже на заседании президиума рассмотрели такую возможность изменения закона налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения, и этот вопрос уже будет вынесен на ближайшую сессию, которая состоится 28-го октября. Планируется снизить налоговые ставки по упрощенке для представителей именно аптечного бизнеса в 2021 году. Насколько это правильно с точки зрения антимонопольного законодательства предоставлять льготные послабления исключительно одной сфере бизнеса? Вот ваше мнение и позиция как руководителя регионального антимонопольного управления. Вот смотрите, вопрос обоснованно ли или необоснованно принимается решение предоставления, ну так скажем, назовем это государственной преференции, да, конечно же, содержится в 135-м федеральном законе. И вот там есть такое понятие, как исключение, являющееся государственной муниципальной преференцией, если преференции предоставляются всем без ограничения юридическим лицам в той либо иной сфере. Ну вот одной из целей предоставления госпреференции являются социальные вот эти значимые рынки. Если преференция предоставляется органам законодательной власти, представительной власти, так называемой, нашей республики и для всей сферы бизнеса, аптекарей, для всех абсолютно, то есть там нет никаких исключений ни по выручке, ни по доходам, ни по убыткам и так далее, то это не будет нарушением. Это чисто решение парламентариев, решение субъекта и депутатов, которые будут принимать этот нормативный правильный акт ООН, по нашему мнению, не будет содержать нарушение норм антимонопольного законодательства, но здесь нужно учитывать и иные факторы, это поступление в налог, налога в бюджет и еще разные-разные факторы экономического характера. Их нужно просчитывать и, конечно же, принимать решение с учетом всех этих иных обязательств, в том числе и чаяний иных субъектов, иных рынков, которые пострадали в период пандемии, которые не получают таких послаблений. Вот у нас такое мнение. После того, если в таком варианте депутаты проголосуют за эту поправку, будет ли антимонопольный орган проводить проверки, да, как-то повлияет ли на ценовую политику эти изменения или нет? Ну, мы уже сказали, и вот относительно проверок, да, во-первых, у нас действуют сейчас запрет на эти проверки по становлениям правительства, но если у нас будут поступать заявления от граждан, от органов власти, от кого-то, либо еще от юридических лиц, конечно же, мы эти проверки будем проводить. Это раз. Во-вторых, ну, поскольку вы принимаете такое решение и цель основная по предоставлению этой льготы, это снижение цен на лекарственные препараты, то, конечно же, нужно контролировать, а будет ли оно вообще, это снижение, или это предоставить, дабы помочь бизнесу получить большую прибыль. Поэтому, вот, мне кажется, в том проекте закона, который разрабатывают депутаты, может быть, и предусмотреть сразу какие-то информации, поступающие в этот же представительный орган, что-таки, а что изменилось на рынке после того, как вы такие послабления установите. То есть, если бы правительство принимало решение о предоставлении этой преференции, то нужно было бы, конечно, обосновать. А вот, если это делает представительный орган власти, то это не является нарушением антимонопольного законодательства, и ответственность за это несет этот представительный орган в лице депутатов и самого Верховного Совета. Ну, иными словами, если бы они, допустим, налоговое послабление предоставляли для конкретной аптечной сети, да, то это уже было бы, конечно, нарушение. То это было бы нарушение, конечно. А если для всей отрасли... Да, то это не нарушение антимонопольного законодательства. Но другой вопрос, что как мы уже не раз проходили, что не факт, что цены будут падать однозначно. Но это невозможно отконтролировать. У них есть предельные уровни надбаски. Но сегодня они, дабы не превышать эти надбаски, устанавливают 3 рубля, а у них предельный размер розничной надбаски 30%. А завтра он будет 5 рублей. Ну, допустим, сегодня было 20% надбаски, а завтра они сделают 30%. Прибыль получат больше, меньше заплатят налогов, и мы, соответственно, меньше в бюджет получим денег. Поэтому тут нужно все просчитать. Это и вопросы конкуренции, в том числе межсубъектовой, и прочее-прочее. Поэтому, мне кажется, надо достаточно тщательно подготовиться, прежде чем принимать такой правильный закон. Все депутаты, безусловно, должны очень тщательно изучить этот вопрос, и чем голосовать за и либо против. Думаю, да. В том числе с вашей помощью помогаем детально разобраться в этом вопросе. Спасибо вам большое. Ну, мы стараемся. Спасибо вам еще, Аксения Александровна.